В эфире новости в студии телерадиокомпании Муравленко ТВ Юлия Лучникова. Здравствуйте. Коротко о некоторых темах выпуска. Тепло в домах горожан появится до конца текущей недели. В Муравленко и по всему Ямалу стартовал отопительный сезон. Шпаргалки лучше иметь под рукой. Первоклассников учат поведению на дорогах и разрабатывают маршруты безопасного движения от школы до дома. Год народосбережения продолжается. Здоровый образ жизни и развитие спорта стали темой дискуссии, прошедшие в лицее между спортсменами и молодежью. Отопительный сезон 2013-2014 годов на Ямале стартовал. В среднем он продлится в регионе 300 дней на 50 больше общероссийского показателя. По информации Департамента энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Нинского автономного округа, 50% потребителей в регионе уже получают тепло. Это все без исключения объекты социальной сферы, детские сады, больницы, школы, учреждения культуры и 20% жилищного фонда. В настоящее время интенсивно идет подключение тепла в жилых домах. Заполнение системы, теплоснабжение и подключение мощностей, как говорят специалисты, идет в штатном режиме. Согласно информации, которую представляют коммунальные службы куратору, первому заместителю губернатора Алексею Ситникову, серьезных порывов и сбоев не зафиксировано. Аварийные бригады переведены на усиленное производственное дежурство. Напомним, что ямальцы могут воспользоваться телефоном горячей линии Государственной жилищной инспекции. В ведомстве отмечают, что около 15% жалоб и обращений ямальцев касаются качества предоставления услуг по теплоснабжению. С приходом календарной осени и в Муравленко официально начался отопительный сезон. В последних числах августа тепло появилось во всех учреждениях социальной сферы. Затем управляющие компании начали подавать долгожданное тепло и в жилые дома. До конца текущей недели, обещают коммунальщики, батареи должны стать горячими во всех квартирах горожан. Что делать, если этого не произойдет? Подробности в следующем сюжете. В этом году, как и прежде, городские власти не стали дожидаться нормативной температуры, при которой пора будет подавать тепло. Согласно распоряжению администрации города, отопительный сезон стартовал в последних числах августа. Заполнение систем отопления началось с социальных объектов. 5 сентября мы обязаны подать теплоноситель в жилфонд. И 10 сентября у нас знаменуется началом отопительного сезона по промышленной зоне. Для надежного и бесперебойного снабжения города теплом в течение недолгого лета коммунальным службам предстояло выполнить большой фронт работ. Специалисты местного филиала «Ямал Коммунэнерго», насколько это было возможно, подготовили инженерную систему к будущему отопительному периоду. В теплопунктах, на котельных, водозаборе отремонтировали оборудование. Провели работы по промывке водосетей. В общем, к работе зимой готовы. В этом году у нас отопительный сезон закончился 13 июня. Это можно считать стартом проведения ремонтной кампании. Подготавливалось основное генерирующее вспомогательное оборудование источников теплооснабжения, водоочистных сооружений, канализационных очистных сооружений. Ремонтировалось оборудование центральных тепловых пунктов, магистральных тепловых сетей и распределительные сети внутриквартальных трубопроводов. Несмотря на все усилия коммунальщиков, слабые места в инженерной системе города обнаружились сразу после подачи тепла. В пятом микрорайоне сегодня уже устраняются два порыва. Сети здесь давно изношены. Средств на полную замену магистрального водопровода у предприятия не хватает. Только в этом году на ремонтные работы было затрачено более 30 миллионов рублей. Самая затратная статья – ремонт сетей тепловодоснабжения. Из общих 200 километров городского водопровода на сегодняшний день четверть остается в аварийно-опасном состоянии. Тем не менее, отопительный сезон начался по графику. При нынешних погодных условиях центральная котельная работает на 10% от имеющейся мощности. На сегодняшний день работают два паровых котла и один водогрейный. Для обеспечения нужд жителей города и для работы паровинтовой установки для обеспечения электроэнергией центральной котельной и водозабора. До конца следующей недели, обещают в Ямалкоммунэнерго, тепло будет подано в промышленную зону города. А на этой неделе батареи должны стать теплыми во всех квартирах горожан. Одновременно к подаче тепла подключились и управляющие компании. В течение примерно двух недель они будут проводить плановое развоздушивание систем отопления. Только после этого, говорят руководители жилищно-энергетической компании и городского хозяйства, от жителей города начнется прием заявок об отсутствии тепла. Всегда дается, как говорится, несколько дней для того, чтобы планово пройти слесарями развоздушить все стояки отопления. И в случае, если уже после этих мер отопления в квартире не появляется, то необходимо подать заявку в диспетчерскую службу по телефону 24 055 23 101 и 45 300. Инженеры коммунальных предприятий также просят горожан отнестись к ситуации с пониманием. И хотя жители Муравленко не были вовремя оповещены о начале подачи тепла в дома, через какое-то время оно появится везде. А на случай экстренных ситуаций аварийные бригады слесарей уже переведены на усиленный режим работы. Юлия Лучникова, Сергей Кириченко, телерадиокомпания Муравленко ТВ. Третий участок филиала Единого расчетно-информационного центра в городе Муравленко, прежде известный горожанам как ЖУ-4, сменил свой адрес. Ранее он располагался в жилом многоквартирном доме по улице Пионерской, 42. Это вызывало ряд неудобств как для сотрудников, так и для посетителей и жильцов дома. Теперь же расчетный участок находится в отдельном здании. С 3 сентября горожане могут оплачивать жилищно-коммунальные услуги по адресу улица 70 лет Октября, дом 30. Помещение здесь намного просторнее и светлее прежних. С облегчением вздохнули и жильцы 42-го дома по Пионерской. Отныне возле последнего подъезда не паркуется многочисленный личный транспорт клиентов расчетного центра. Двери в подъезд будут закрываться как положено. Исчезнут и очереди, скапливавшиеся на лестничной площадке. Очень маленькие были помещения, но на сегодняшний день переехали, конечно, площади побольше. И для населения удобство будет и в оплате, и в части консультации с бухгалтерами, с паспортистами. Надеемся, что будут более комфортные условия для работы и для населения. Сотрудники Единого расчетно-информационного центра надеются, что смена обстановки положительно повлияет и на количество платежей от населения. Долг горожан за жилищные и коммунальные услуги по-прежнему велик. На 1 сентября он составлял 133,5 миллиона рублей. В городе активно идет реализация мероприятий в рамках Года народосбережения, объявленного губернатором. Оказание социальной поддержки, улучшение качества здравоохранения, привлечение внимания жителей к массовым видам спорта – все это, несомненно, является аспектами, которым уделяется особое внимание со стороны властей в плане реализации губернаторских решений. Здоровый образ жизни и развитие спорта в этом году – среди основных тем для обсуждения на встречах и конференциях. Одна из таких встреч состоялась в многопрофильном лицее. Анастасия Попова выслушала мнение спортсменов и молодежи. В Год народосбережения проводится масса мероприятий, направленных на то, чтобы привлечь как можно больше молодежи к занятиям спортом. Сегодня мы находимся на одном из них. Здесь, в Муравлинковском многопрофильном лицее, проходит встреча с известными спортсменами города. Они не просто спортсмены – люди с активной жизненной позицией. Задача максимум в этой беседе – донести до молодежи, почему так важно следить за здоровьем и заниматься спортом. Диалог складывается в вопрос к ответу. Герои вечера делятся моментами из жизни. Искренне и интересно. Я могил в школе видеть, может быть, для молодежи это ситуация знакомая. У меня были болезни, избегающие. Вот отец мне давал несколько, например, говорил, ты лишний раз подтянешься, я тебе дам 300 рублей. Ну и вот такое желание заработать, я подтягивался, подтягивался и к 11 классу уже занимал первые места в городе по подтягиваниям. Сейчас Петр Дуда не только преподает лицеистам английский язык. Занимается с ними смешанными единоборствами. Боксер Радик Минибаев – еще один герой этой встречи. Он уверен, спортом должны заниматься больше. Я очень надеюсь, что хотя бы своим примером, если даже несколько человек заинтересует, то я буду сам очень доволен этому. Потому что каждый ребенок, который сделает шаг в пользу спорта, это является непосредственно положительным шагом. И приятно для нас, для спортсменов, которые уже прошли, в этом уже как бы живут с этим. Лицеисты-десятиклассники не скупятся на вопросы темы беседы «Здоровые дети в здоровой семье». Это особенно актуально в год народосбережения, объявленный губернатором Ямала. Мало, когда ученику удается найти диалог с тем человеком, которому интересен. Например, есть люди, на которые хочется равняться. И вот такая встреча, как раз возможность узнать того человека, на которого ты хочешь быть похожим, чуточку. В планах организаторов встречи превратить такие беседы в традицию. Представители многопрофильного лицея уверены, так и будет. Дети вступили в взрослую жизнь, новые формы общения с взрослыми, умение работать с микрофоном, задавать вопросы, посмотреть на себя со стороны, увидеть других. Себя показали, на других посмотрели. Поняли главное – здоровье необходимо беречь с молоду и неустанно работать над собой. Ведь именно в этом и есть фундамент здоровой и сильной России и сохранения генофонда страны. Анастасия Попова, Сергей Кириченко, телерадиокомпания, Муравлинка ТВ. В канун начала учебного года в России стартовала операция «Внимание, дети». Она продлится до середины сентября. Основная задача акции – профилактика детского дорожного травматизма и помощь детям в адаптации после длительных летних каникул. Основное внимание сотрудники ГИБДД уделяют первоклассникам и их родителям. Тему продолжит Татьяна Бойко. Последний урок еще не закончился. В коридоре начальной школы первоклассников уже ждут мамы, папы и бабушки. Но так будет не всегда. Скоро самые маленькие ученики от школы до дома будут добираться самостоятельно. Азбуку дорожной безопасности первоклассникам напоминает сотрудник ГИБДД Вера Кабанова. Родителей тоже пригласили на лекцию. Инспектор по пропаганде делает акцент на так называемых дорожных ловушках. Это ситуация обманчивой безопасности. Такие ловушки надо уметь разгадывать и научиться их избегать. Вот она остановилась, пропускает пешеходов. Будьте внимательны, ведь из-за вот этого автомобиля может оказаться другой. Вот эта типичная дорожная ловушка, которая ожидает пешеходов на пешеходном переходе. Веру Кабанову ждут и первоклассники первой школы. Встреча начинается с видеопрезентации «Скажем, нет» нарушения. Дети не просто слушают, но и активно отвечают на вопросы инспектора. Когда ты видишь впереди дорогу, где там нет светофора, надо посмотреть направо и налево и убедиться, что нет машин. Чтобы встреча запомнилась надолго, ребятам вручают письма от автоинспекции. На красочном листе бумаги не только памятка, но и домашнее задание. Вместе с родителями нарисовать маршрут движения. Дом, школа, дом. А вот у Антона Иванченко такая схема уже есть. Разрабатывали ее всей семьей. Вместе обсуждали участки, требующие повышенного внимания. Схему вклеили в дневник. Поэтому шпаргалка безопасной дороги домой у Антона теперь всегда под рукой. Я выхожу тут. Тут опасная зона, тут ездят машины. Потом я иду, иду. И тут тоже опасная зона. Тут может выезжать оттуда машины, поворачивать туда. Потом я перехожу, иду. Тут парковка, тут тоже надо идти по тротуару, потому что тут может выезжать машины. Потом тут тоже дорога, тут может выезжать машина, и там может выезжать машина. И так я захожу в школу. К операции «Внимание! Дети!» подключается и инспектор по делам несовершеннолетних. На пешеходных переходах сотрудники полиции вручают маленьким участникам дорожного движения и их родителям специальные памятки. Не обошли стороной и автолюбителей. Им напоминают о внимательности, осторожности и бдительности за рулем. Ведь порой предугадать поведение на дороге маленького пешехода просто невозможно. В силу своих психологических особенностей, ребенок и взрослый по-разному воспринимают опасную ситуацию на дороге. Чем сложнее ситуация, тем быстрее идет торможение центральной нервной системы ребенка, и мозг не успевает дать правильные установки ребенку, как поступать в той или иной ситуации. Операция «Внимание, дети!» завершится 20 сентября. Впереди еще немало профилактических мероприятий. Насколько бы акции и лекции не провели педагоги и инспекторы, забывать про то, что главные учителя безопасного поведения на дороге – это родители – все же не нужно. От их примера зависит, какими участниками дорожного движения вырастут дети. Татьяна Бойко, Андрей Нагибин, телерадиокомпания «Муравленко ТВ». Информационный выпуск продолжит традиционный обзор прессы по материалам общественно-политической газеты «Наш город». Осень – это время, когда все только начинается. Школьники снова садятся за парты, выходят на работу вчерашние отпускники и стартует подписка на газету «Наш город» на будущий год. Оформить ее можно в любом отделении связи и в редакции газеты. Подписчиков ждут подарки и творческие конкурсы. А всех читателей – интересные публикации, ответы на актуальные и злободневные вопросы. Впереди праздничные дни. Программа мероприятий очень насыщена. Автоквест и парад детских колясок, концерты самодеятельных и профессиональных артистов, флешмобы и многое-многое другое. Полная программа праздничных мероприятий с указанием времени и места их проведения на третьей странице издания. Город Муравленко – современный, благоустроенный. А каким он был в начале своей истории. Фотографии из семейных архивов и воспоминания ветеранов напомнят об этом. Рассуждения о том, чем дорог этот город, быть может, помогут ответить на вопрос, почему мы возвращаемся снова и снова на суровый север. Об истории города и его современности читайте в материалах корреспондентов Татьяны Козырь и Евгения Найденко. Это были лишь выдержки издания. Все подробности читайте на страницах 36 номера газеты «Наш город» от 5 сентября. Это все новости на сегодня. Информационные выпуски по-прежнему доступны на официальном сайте города – муравленко.ком. А я на этом благодарю вас за внимание. В студии работала Юлия Лучникова. Далее прогноз погоды. Не переключайтесь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чтобы ваше будущее стало реальностью. Двери вашего дома начинаются с керамы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА